Всем привет, это Биски. Меня зовут Smash by Ash и сегодня я буду вам рассказывать о своих трёх играх, можно сказать, моего детства, хоть я сейчас не пожилой. Игры, в которые я играл лет 6 назад, 7, может быть. Игры моего детства и всякие интересные флексерские темы, которые связаны с этим видео. Первой игрой я назову GTA San Andreas, можно сказать, культовая игра, даже до сих пор вспоминаю этот саундтрек из неё. Я помню, как сначала я её скачал, играл в синглплеер, потом мне кто-то из школы, что ли, рассказал, что там есть мультиплеер, то есть самп, и я его скачал, и мы играли по сети. Это было довольно-таки весело и интересно. Начнём мы, наверное, с Halo. Это самая первая моя игра, которая появилась у меня на Xbox. В 2004 году, когда мне было 4 года, мне отец её принёс в горбушке на испанском языке. В 4 года я уже обладал идеальным знанием испанского языка. Я понимал каждую деталь сценария, сюжета. Я помню испанскую именно версию. В 5 лет я её спидранить пытался, я тогда узнал, что это такое вообще. Я её заспидранил, я думал, я самый быстрый в миге. Я её заспидранил за 3 дня, а потом я через лет 5 посмотрел спидран-хал, у неё прошли же 20 минут, и мне как-то грустно стало. Я настолько увлёкся этой игрой. Там, как сказать, были... Когда кто-то умирал, там всегда была поза одинаковая почти что. То есть они статично умирали и лежали в одном положении. Вот я так засыпал в таких положениях, типа я помираю просто. Следующая игра — это BFA 98. Я тогда не знал ни одного футболиста. А ни одного знал, это Beckham. Когда я выходил во двор играть в футбол, когда я играл, я пытался смотреть на поле, собственно, от камеры, как в FIFA, и типа всеми управлять. Там что-то крутил руками, вертел, там всех, короче, разгонял. Меня очень сильно били за это потом, в углу просто ногами в финале. После этих всех случаев я FIFA не особо люблю, но FIFA, так сказать, нашим респект. Второй моей игрой, как ни странно, была FIFA 99, хоть и она вышла за 4 года до года моего рождения, но это был старый диск, который остался от кого-то, и вот это была моя самая первая именно часть FIFA. Я играл с компьютером, но мне все равно это было интересно, и в итоге именно с этой частью началось мое увлечение с серией игр 2, и я попал в Forza, отчасти благодаря именно старому диску. Третьей игрой я бы выделил всем известный Counter-Strike 1.6. Тоже мне одноклассник про него рассказал, я скачал. Мы много играли, много проводили времени за этой игрой, также подключали каких-то других ребят из класса, все вместе играли, веселились, общались в скайпе. Тогда, если дискорда не было, вот так проводили свое свободное время. Третья игра, наверное, ну это культовая игра, в общем, вообще в общем, это Half-Life 2. Она у меня появилась в 5 лет, я вот сюда прошел HALA, я думаю, ну, наверное, Half-Life подобие HALA. Зашел, увидел кочергу, подумал, это Майнкрафт, но Майнкрафт тогда еще не вышел, поэтому я опередил, как бы, время. Соответственно, когда я играл в Half-Life 2, я тоже очень сильно увлекся игрой, очень сильно боялся, когда я ходил во Винхольме, и очень любил пропеллеры, когда ты можешь подогнать всех монстров под себя, и пропеллером просто скоро лесят очень солидно. До меня в нее играл мой батя, он не мог пройти один момент, и он ее закинул. Потом я сел, прошел ее за один раз, вот этот момент, он мне просто дал там потом битюню, пивасика дал там пососать. В общем, все вообще вот, ну, обалденный день был, я как сейчас помню, мы с ним отдыхали, футбольщики смотрели, аниме там, вообще кайф. Там же кочерга, собственно, изначально, и я когда на дачу приезжал, я брал у деда кочергу его старую, ходил и думал, что везде вокруг зомби, я просто, ну, бил в воздух. Ну, и в один момент я, наверное, сошел немножко с ума, я тогда жил на даче с бабушкой вдвоем, я просто подхожу у нас как бы на даче, вот кухня, и там окна такие, 4 окна. Я подхожу к одному окну с кочергой, я что-то фриман, мистер фриман, стучись бабушке родовольный такой, стучись бабушке в стекло, в окно, она поворачивается, и я со всей силы по этому стеклу кочергой, короче. Стекло разваливается, бабушка, по-моему, просто там, я не знаю, что-то случилось. Судя по ее глазам, перед ней вся жизнь прилетела, потому что, ну, так я потом еще второй раз ударил. Я думал, что я реально в Овенхольме, а вследую все, я уже ждал, где моя пушка, это электропуска моя. К сожалению, мое путешествие в реальной жизни, как в Примана закончилось, как приехала мать, дала мне так... Наверное, все. На самом деле, мой рассказ получился довольно-таки корот. Но это были те самые игры, в которые я играл раньше. Всем спасибо, с вами был SmashBash. Всем пока, валейте за форс.